Значит, в Энгельсе вот такие врачи выступили, так они выглядят, видите, как шахиды, лиц не видно. Ну, естественно, они обратились к Путину, что мы работаем с населением, обслуживаем вызовы, ведем больных, прием больных с коронавирусной инфекцией. В общем, кажется, денег им не платят, все очень плохо и так далее. Вот они в каких-то дачках, ну, я приблизительно знаю, где это в Энгельсе местечко такое, и вот на фоне, видите, деревьев, сфотографировались, все прекрасно, то есть сфотографировались, видеообращение записали. И тут вот пишут, что записавших обращение к Путину и энгельских медиков могут наказать. За что, интересно? А оказывается, какой-то министр здравоохранения Саратской области Станислав Шувалов, сын, что ли, Сергей Шувалов, вот, не знаю. Он теперь министр и, значит, во время брифинга сказал, что мы работаем, что рассматривая видеообращение, появляется вопрос, почему медработники средства защиты находятся в лесу, чтобы была за необходимость сниматься в лесу, если никто никому не запрещает доводить информацию по вопросу выплаты, вся наша работа направлена, ну, и так далее, и так далее, бред. Объясняю Шувалову, да, младшему, надеюсь, вот, почему они такие вот одеты, видите, как шахиды. Ну, потому что кто-то опытный юрист им подсказал, что если они будут в каком-то медицинском учреждении, то будет предположение, что они там работают, да. Они могут все что угодно называть, и они в лесу. Кроме всего прочего, они так задрапированы, что неузнаваемы. Понятно, что можно узнать по голосу, но это только в случае возбуждения уголовного дела. Будет проводиться тогда фонографическая экспертиза, на каком основании она будет. Вот вызывают эту тетку, которая там говорила, что там, Путин, помоги, да. Она говорит, а это не я. Они говорят, ну, как же там голос твой, как мой, не мой. Все, что ты ей скажешь, это не я, а кто остальные, тоже не знаю. Что они ее пытать будут, ФСБ приедет, на каком основании. Поэтому понятно, почему они надели эти костюмы так, чтобы их там и не видно было, и не слышно. Они все очень здорово сделали. И таких обращений должно быть много, миллиард. Видите, уже вот пример, если вы боитесь с открытыми лицами делать, ну, делайте, как шахиды. Масса должно быть обращений. Весь интернет должен быть завален там людьми, где одни только глаза. И которые либо просят что-то у Путина, либо наезжают на него, либо угрожают ему. Все что угодно они могут говорить. Главное, чтобы это обращение было к Вове. И чтобы это был негативный подтекст. Все, больше ничего не нужно. Это вот такая же надпись «Путин вор», только еще страшнее. Так что все очень правильно они сделали. Песков объяснил смертность от коронавируса в России эффективным здравоохранением. Ну да, вот где стены падают, бабушек задавливают. Где вот такие люди выступают. Причем как шахиды одетые, потому что боятся, что их там узнают и накажут. Это, конечно, очень эффективно. Вот еще в Кузбасской больнице МСЧ-4 вспышка коронавируса среди врачей. Как минимум 10 случаев пишут. Медики написали в Роспотребнадзор письмо с просьбой спасти их жизни и наказать виновных. Копию обращения распространяют в интернете. Вот у меня есть это копия обращения. Они тут обвиняют главного врача Овсянникову Елену Александровну. Заместителя главного врача Авдюкову Елену Ивановну. Ну и так далее, и так далее. И списки заболевших врачей провисели в открытом доступе несколько минут. Потом их удалили.